Привет из прошлого. Вчера вечером я открыл главную страницу YouTube и увидел то, чего не должен был увидеть. Компания DJI, которая для меня раньше звучала как «Мы продаем самые дорогие коптеры с самыми лучшими стабилизаторами для телефонов» и тому подобное, выпустила на рынок свой продукт под названием DJI Cosmo Packet. Cosmo Packet – это трехосевой ручной стабилизатор с возможностью съемки в 4К при 60 FPS и съемкой фото 12 Мп. Вот еще некоторые характеристики этой модели. До 140 минут работы на одной зарядке, интеллектуальные режимы работы, бесшумная система охлаждения, угол обзора 80 градусов, расширение функционала с помощью аксессуаров. Весит эта штучка всего лишь 116 грамм. И когда я увидел этот продукт, я подумал, елки-палки, это же почти то же самое, что и GoPro 7, только в таком маленьком-маленьком формате. потому что то, с чем я сейчас хожу на улицу, представляет из себя следующую конструкцию. Выглядит моя конструкция следующим образом. И большая ручка. Все, значит, запечатано вот в таком вот боксе. Здесь находится адаптер GoPro, через который я могу заряжать камеру и подключать, соответственно, внешний микрофон. И вот так вот выглядит эта приблуда. Она довольно большая. Последний раз, когда я выходил на улицу вот с такой конструкцией, было где-то минус 1, минус 3. Камера буквально где-то через час 20, наверное, приказала долго жить. Хотя у меня была с собой подзарядка, я включал подзарядку, камера включалась на секунду и в тот же момент выключалась. В этом боксе есть небольшой минус. Его нельзя использовать без внешнего микрофона. Потому что какой-то элемент конструкции перекрывает один из микрофонов и стоит сделать небольшое движение или как-то там наклонить, пошуршав ручкой, происходит перегруз микрофона и звука не будет. Поэтому первый раз, когда я использовал вот подобный девайс, у меня наполовину в видео не было звука. Либо он был, но очень плохой. Поэтому пришлось воспользоваться микрофоном внешним и конструкция выросла, естественно, в размерах. К тому же у 7-ки есть нехорошая особенность. Она не заряжает камеру до 100%. Это связано, видимо, с прошивкой. Потому что вроде как обещали это дело исправить в новой прошивке, которая выйдет только в декабре. Еще один минус, который на данный момент существует у моей GoPro-шки, это то, что во время зарядки камера может повиснуть. То есть я подключаю кабель к камере, начинается зарядка, и в какой-то момент она перестает реагировать на все. Приходится вытаскивать батарейку, заново ее вставлять, тогда зарядка продолжается. Очень неприятный глюк. К тому же несколько раз я ловил еще один глюк, когда я заряжаю камеру до там, сколько, 91%. Оставляю ее лежать на столе. Буквально на следующее утро камера может не включиться, потому что заряд куда-то ушел. Опять же, помогало некоторое время вытаскивание батарейки и держать камеру в таком виде, то есть без батарейки, когда тебе нужно куда-то идти, ты вставляешь батарейку и вперед. Все тогда нормально. Если в декабре исправится этот довольно серьезный недочет, все будет замечательно, потому что в остальном камера меня прекрасно устраивает. И вот смотрю я на этот маленький Osmo Packet. Какая же штука все-таки удобная. Она очень компактная. Она снимает как семерка, за исключением стабилизации, которая в принципе почти догоняет ее по уровню, но понятно не так. У нее есть возможность следить за твоим лицом. То есть ты поставил ее, допустим, на какое-то крепление, ходишь вокруг, и на 360 градусов она следит за твоим лицом. Или почти 360 градусов. Удобно снимать как селфи, так и, соответственно, от себя. Я посмотрел много обзоров. На данный момент она в России недоступна, поэтому все обзоры американские. По качеству картинки, опять же, в принципе, все довольно неплохо. Но то, что меня остановило нажать кнопочку купить, это звук. Звук Osmo Packet, он ужасен. Он не поддается никакому описанию. И здесь же опять необходимо подключение внешнего микрофона. Но для того, чтобы подключить внешний микрофон, в самом этом устройстве нету нигде разъема. Чтобы подключить микрофон, нужно использовать переходник, который втыкается снизу устройства для использования микрофона внешнего. Еще один момент. В устройстве нету ни Wi-Fi, ни Bluetooth. Нету возможности удаленно подключиться через смартфон. Для этого необходимо через переходник, который уже идет в комплекте, подключить смартфон, все настроить на устройстве, скачать видео или фото, после чего, соответственно, можно использовать его дальше. Это тоже, я считаю, минус, потому что в век компьютерных технологий в 2018 году, почти уже 2019, чтобы устройство не имело удаленного подключения, а только через переходничок, но это довольно странно. Хотя, я могу предположить, зачем это было сделано. Это было сделано, скорее всего, для того, чтобы у устройства было больше автономного времени работы, потому что что Wi-Fi, что Bluetooth уменьшают время автономной работы устройства. Ладно. Еще один важный момент. Влагозащита. Никакой влагозащиты у него нет. Чтобы снимать под водой или под дождем, нужно специально докупить дополнительный бокс. В России это устройство будет продаваться по цене где-то в районе 30 тысяч рублей, что, в принципе, не очень дорого, но и не очень дешево. На данный момент мой пыл немного подостыл. Я уже не прям так хочу, хочу, хочу. Я буду смотреть дополнительные обзоры, где будут сравнения. И, ну, на самом деле самое сильное то, что меня отталкивает, это, чтобы полноценно использовать 8 Pocket, нужно покупать дополнительные аксессуары. Их довольно много. В общем, я буду думать, если надумаю, возможно, в следующем году я сделаю себе еще одну приятную покупку, а, возможно, останусь с GoPro, потому что на данный момент у меня она есть, она меня устраивает, я с ее помощью снимаю и она классная. Пока!